Товарооборот между Ленинградской областью и Белоруссией по итогам только 7 месяцев этого года вырос на четверть и достиг более 530 миллионов долларов. Эти цифры прозвучали во время официального визита губернатора российского региона Александра Дрозденко в Минск. Состоялись двусторонние переговоры с президентом Белоруссии, а также с членами правительства. Подписаны две дорожные карты по активизации сотрудничества между Республикой Белоруссией и Ленинградской областью на 2024-2025 годы. Сам губернатор Ленинградской области, подводя итоги визита, сказал, что зарядился минимум на несколько лет вперед. Мы выполнили ту задачу, которую перед нами поставил президент в свое время. Это выйти на объем товарооборота между Ленинградской областью и Белоруссией более 1 миллиарда долларов США. А второе главное, то что растет номенклатура грузов. Только за первое полугодие номенклатура увеличилась на 70 позиций. Если раньше это у нас было сельское хозяйство, нефтепереработка, минеральное удобрение, наверное, все. То сегодня это и технологии, сегодня это и техника, сегодня это и жилищно-коммунальное хозяйство, сегодня это и энергетика, сегодня это и наука, и селекция, и семеноводство, и многое-многое другое. Мы говорим о технике. Мы стали субсидировать покупку белорусской техники до 30%, так же, как и российскую технику. И сегодня и наши аграрии, и дорожники, и лесники выбирают белорусскую технику, потому что очень хорошее соотношение цена и качество. И, наверное, что очень важно, мы говорили очень много о гуманитарных связях и о молодежи. Президент сказал, что за молодежью будущее. И от того, какая будет молодежь в Республике Беларусь, в Российской Федерации, зависит и будущее отношения наших стран. А мы должны быть сегодня, как никогда, вместе, едины, как братские народы. Вообще встреча была такая очень эмоциональная у нас, очень душевная, очень правильная. И я вышел такой и спрашивал своих ребят, членов делегации, ну что, зарядились? Они говорят, зарядились минимум на несколько лет вперед на успешную работу. И мы обречены, в хорошем смысле, обречены на сотрудничество. Подробнее о сотрудничестве Ленинградской области с Республикой Беларусь мы поговорим с сенатором Сергеем Перминовым. Он представляет Ленинградскую область в Верхней Палате Парламента нашей страны. Сергей Николаевич, здравствуйте. Здорово и с губернатором вашего региона Александр Лукашенко отметил, что у Беларуси и Ленинградской области образцово-показательные отношения. В чем же заключается эта образцовость? На этим отношениям не один десяток лет подписано соглашение с рядом областей на территории Республики Беларусь и соглашение с самой Республикой. Александр Григорьевич прекрасно знает руководителей нашего субъекта, и не только Александра Юрьевича Дрозденко, но и многих других руководителей. И вот это долгосрочное соотношение, в основе которых фундаментальная добропорядочность, в основе которых следование обычаям, нормам, правилам делового этикета, делового оборота. Это гарантия инвесторам, это очень тонкое, выверенное нормативное регулирование абсолютно всех аспектов, которые с этим связаны. Ну и, конечно, это единство души. Это вот такое единение славян, славянских народов, которые в силу общей исторической судьбы очень часто попадали под удар западных цивилизаций и всегда являлись своеобразным форпостом на их пути и движению, и к реализации целей разрушения нашей страны. Поэтому вот это единство, это единение, оно исторически выверено и подтверждено делом. И, конечно, это действительно образцово-показательное отношение, это факт. Да, интересно, что Лукашенко отметил, что Беларусь хотела бы сделать ставку в отношениях с Россией именно на Ленинградскую область. Что имел в виду глава соседнего государства? Речь идет о каких-то конкретных амбициозных проектах? Да, конечно. Я полностью ознакомился со стенограммой встречи и очень внимательно прочел все, что сказал президент Беларуси. Он сказал потрясающую фразу, такую метафоричную фразу о том, что вот эти ребята, которые нам фрондируют, они думали, что можно ввязаться в бой, а там посмотрим. Но, как оказалось, могут ввязаться в бой и победить только, если ты русский, да, только если ты славянин. Вот так метафорично сказал Александр Григорьевич, в том числе и о наших отношениях. Нас связывает очень многое у Беларуси. И совершенно очевидно, что в силу санкционных ограничений возникает гигантская потребность в экспортных окнах. Да, это речь идет прежде всего об использовании наших логистических, портово-логистических зон, для того, чтобы продукция из Беларуси попадала на внешние рынки. Это очень знаково и важно. Ну, вот маленький пример, да, когда говорили про тот самый миллиард. Сейчас белорусские компании принимают активное участие в возведении зернового терминала на территории Выборгского района Ленинградской области. Есть такой город Высоцк. И емкость, мощность этого зернового терминала в год, это около 4 миллионов тонн по перевалке. Маленький пример, да, или портовая зона Услужская, или порт Бронко тоже на Балтике. Это открытие совместных предприятий. Ну, все, от лифтового хозяйства до сельхоз и дорожной техники. Это взаимодействие и кооперация по линии предприятий в сфере животноводства. Это сращивание, единение машиностроительных и строительных секторов. То есть вот если посмотреть всю номенклатуру наших взаимоотношений, а у президента Белоруссии очень качественная команда. Вот эти ребята, в частности, была встреча губернатора с первым вице-премьером Набковым. Эта команда, она столь профессиональна, столь разбирается в деталях и столь быстра, что многому мы у них учимся. Поэтому это вот такая совокупность человеческих отношений, это совокупность пересекающихся и дополняющих друг друга интересов. И это, конечно же, громадье планов, которые устремлены в будущее. Я уточню для наших зрителей по поводу миллиарда, о чем идет речь. На встрече была обозначена цель выйти на один миллиард во взаимной торговле. Я так понимаю, что, судя по вашим сейчас словам, огромные взаимные интересы в этой сфере по всем направлениям. Да, речь идет об одном миллиарде долларов. Так исчисляется структура внешнеторговых сделок по учетным регистрам Федеральной таможенной службы и Белоруссии, и Российской Федерации. Речь действительно идет о том, что товарооборот между Республикой Беларусь и Ленинградской области во всех этих взаимных контактах, связях, экспортно-импортных операциях, он в 2022 году уже достиг уровня 852 или 3 миллионов долларов. То есть остался небольшой шажок, вот эти 20%, и этот миллиард, он уже случился. Много это или мало? Я считаю, что это хороший задел на будущее, но это не предел возможного. Мы как субъект транзитный сейчас и в предыдущие годы фиксируем общий товарооборот, который исчисляется сотнями миллиардов. То есть мы в этом смысле на Балтике очень серьезно себя показываем. Поэтому я думаю, что этот миллиард – это одна из цифр, которые указывают направление в будущее. Ну, всему этому, конечно же, поможет строительство железной дороги, о которой также шла речь. Она будет проходить из Ленинградской области в Белоруссию. Президент Белоруссии сразу отметил интерес своей страны в ее строительстве. В этом проекте Ленинградская область что от этого получит? Ох, это очень хороший вопрос. Этот проект существует. Этот проект обсуждали президенты двух стран, и он одобрен президентами двух стран. Это высокоскоростная магистраль, которая позволит увеличить грузопоток в разы. На самом деле, до момента введения вот этих драконов санкций в отношении нашей страны, проект предполагал строительство высокоскоростной, высокопропускного железнодорожного хода через Белоруссию в Гамбург и обратно, для того, чтобы дорогие, быстро ликвидные грузы можно было доставлять. Первое. А второе, чтобы туристические обмены, туристические потоки для Минска, для Санкт-Петербурга, для России, они бы охватывали и встраивались в общее культурное информационное поле наших двух союзных государств. И для нас это не только экономика, для нас это не только бизнес, для нас это не только товаропотоки, для нас это не только таможенная, внешнеторговая статистика, для нас это улучшение качества связей с Республикой Беларусь, для нас это создание общего такого агломерационного поля, которое позволит скорейшими шагами и темпами вести интеграцию двух государств. Сергей Николаевич, у Беларуси и Ленинградской области много общих направлений в экономике, но тот же агропромышленный комплекс, если взять. Все-таки Беларусь для вас это конкурент или партнер? Хороший вопрос. На него ответил президент Беларуси, опять же, возвращаясь к стенограмме. Он сказал, что у нас с вами нет ни времени, ни ресурсов, я перефразирую, для того, чтобы создавать параллельные конкурирующие производства. У нас есть накопленные компетенции, ну, не знаю, селекция, семеноводство, у вас есть накопленные компетенции по закрытому грунту, теплицам, у вас есть накопленные компетенции по рыбоводству, по животноводству. Мы должны друг друга дополнять. Он приводил очень большое количество примеров. Мы должны рационально использовать время и финансовые ресурсы для того, чтобы создавать единую экономическую систему, которая не составляет друг другу конкуренции. Мы должны дополнять, мы должны обретать синергетический эффект для того, чтобы становиться сильнее, а не коим образом не составлять друг другу конкуренции не внутри наших стран, не на внешних рынках. Речь идет о более глубоких кооперационных взаимодействиях и цепочках. Поэтому нет, не конкуренты, а друзья, партнеры и соратники. Спасибо, Сергей Николаевич. Сотрудничать с Ленинградской области, с Белоруссией мы говорили в прямом эфире с сенатором от региона Сергеем Перминовым. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова